Трагедия в Жанаузене. Хлопок газовоздушной смеси разрушил не только 150 квадратов многоквартирного жилого дома, но и лишил жизни четырех человек. Еще шестеро сейчас находятся в больницах. Одного пострадавшего экстренно с анавиацией доставили в Ахтау. Разбор бетонных завалов на месте происшествия продолжается до сих пор. С подробностями моя коллега Светлана Пенькова. Вряд ли казахстанские спасатели, вернувшиеся недавно из разрушенных землетрясением городов Турции, могли предположить, что уже совсем скоро. Искать людей под завалами придется их коллегам в родной стране. Но в четыре утра на пульт департамента по чрезвычайным ситуациям города Жанаузен поступил звонок. Взрыв в жилом многоквартирном доме. Рухнул подъезд. В считанные минуты к месту прибыли спасатели, врачи и кинологи с собаками. Сначала подумали, что взорвался газовый баллон. Однако, разбирая завалы, мы не обнаружили его. И выяснилось, что дом подключен к центральному газоснабжению. Поэтому теперь склоняемся к версии, что это была утечка, хлопок газовоздушной смеси. Вместе с неравнодушными жителями спасатели несколько часов беспрерывно разбирали груды бетонных конструкций. Потому что понимали, под ними могут находиться люди. Четверых, к сожалению, спасти не удалось. Это были мамы с детьми. Две семьи лишились своих близких. Еще четверых спасатели все же достали живыми. Их сразу отправили в больницы. Помимо этого, помощь медиков понадобилась еще девяти жильцам этого дома. В отделении травматологии две девочки и один парень. У них ожоги. К нам на помощь приехали врачи из областной больницы. Одного пациента с ожогами 70% тела санавиации отправили в Актау. Сейчас в реанимации двое больных. Одна из них беременная женщина. Ей делают операцию на позвоночник. У второго пациента бетоном раздробило ногу. Но от взрыва пострадали не только те, кто получил физические раны, а также те, кто лишился крова. Я жила на втором этаже в 12-й квартире. Ничего не осталось. Ни вещей, ни одежды. Ничего. Конечно, главное, что дети живы, здоровы. Но куда теперь идти, не знаю. К дочке? Так она сама на съемной живет. Аким области Нурлан Ногаев, который тоже все время находился на месте трагедии, уверил жителей полуразрушенного дома, что всем помогут. В нацкомпании «Казмунайгаз» заявили, что всем, кто лишился крова, выдадут новые квартиры. А в Акимате пообещали помочь материально. Для оценки ущерба создана межведомственная комиссия, которая сразу приступила к работе. Она же даст заключение, можно ли восстановить этот дом. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Нарушение пожарной безопасности». Спасатели пока продолжают разбирать завалы, но доподлинно известно, что людей под ними больше нет. Светлана Пенькова, Первый канал Евразия.